Турецкая сказка. Два брата. В прежние времена были два брата. Когда родители их умерли, они поделили между собой оставшееся имущество. Известно, один из них был младший, а другой старший. Младший был немного с придурью. Старший брат жил, открыв лавку на деньги, оставшиеся ему от отца и матери. А младший только и делал, что ел, пил и гулял где придется. Однажды все деньги у этого молодца вышли, он приходит к старшему брату и говорит, дай мне немного денег. Получив 50 грушей, он уходит, а когда эти все вышли, он опять приходит к старшему брату просить денег. Приходя, то и дело к брату, он надевает его. Чтобы отделаться от него, тот закрывает свою лавку, берет наличные деньги и идет к пристани, чтобы отправиться в Египет, захватив с собой нужные вещи. Он садится в пароход. А младший брат идет к нему в лавку, чтобы опять попросить денег. Глядь, а лавка брата закрыта, он спрашивает того, другого. Ему сообщают, что брат уехал в Египет. Тогда он идет к пристани и справляется о корабле, который идет в Египет. И вот со словами, уж я ли его не разыщу, входит он на корабль и садится в сторонке. А старший брат спрятался там же. Чего доброго еще брат придет, для меня увидит. Корабль, подняв паруса, отправляется в путь. Тогда старший брат подумал. Корабль отчалил. И выходит из того места, где спрятался. Вдруг младший брат увидел старшего на корабле и сразу выходит к нему на встречу. А, старший! Брат рассердился. Опять я не сумел от него отделаться. Ну да что поделаешь. И вот едут они на корабле до самого Египта. Пока они сойдя с корабля бродили там и сям, старший говорит младшему. Постой братец, я отыщу пару лошадей и мы сядем и поедем. С этими словами он убегает от брата. А младший ждет, пойдет, видя, что брат не приходит. Он говорит, ага, убежал от меня. И отправляется в путь. Мало ли идет, долго ли идет, горами ли, долами идет, ровным ли местом идет. Шесть месяцев без перерыва идет. Однажды подходит он к подошли горы и видит. Сидят три человека и спорят между собой. Он подходит к ним. Вы что здесь делаете? Спрашивает он. Они отвечают. Нас трое братьев. Отец у нас умер и оставил нам шапку, доплетку, доковрик. Так вот, тайна шапки в том, что кто ее наденет, станет невидимым для кого угодно. А тайна плетки и коврика такова. Если сесть на коврик и хлестнуть его плеткой, то поедешь туда, куда пожелаешь. Теперь вот все три вещи стали нужными каждому. И мы спорим, что кому взять. Молодец и говорит. Я сейчас сделаю стрелу, принесите ко мне кусок дерева. Я выпущу стрелу и кто ее принесет, тому все я отдам. Братья приносят кусок дерева. Молодец рубит, режет, строгает, делает стрелу. И вот со всей силы, что была в руке, он пускает стрелу. А те трое сразу кидаются за ней. Пусть они так бегут. А молодец надевает на голову ту шапку, садится на коврик. Как только он хлестнул по нему плеткой, коврик говорит. Приказывай. А он говорит. Вези меня туда, где находится мой Агадей. И тут же, глядь, въедет себя в другой стране. И вот прогуливаясь там, он видит, какой-то парень взывает. Дочь Падишаха по ночам пропадает. Не прознает ли кто о том. Падишах положит его на одну ночь в комнату к дочери. И если тут узнает, куда она уходит, отдаст ее ему в жены. А не узнает, снесет ему голову. Так кричал. И как только этот молодец сказал. Я о том разведаю. Его тут же ведут к Падишаху. Чуть только наступил вечер. Падишах кладет молодца в комнату к дочери. Как только наступила ночь, девушка ложится в постель. А молодец не спит. С того места, куда его положили, он наблюдает за девушкой. Час, другое, девушка встает, подходит к молодцу. И втыкает ему в подошву иглу. Так как молодец не подал голоса, она и говорит. Ага, доснул. Потом она берет в руки подсвечник, открывает дверь и уходит из комнаты. Видит араб. На голове у него золотой поднос. А девушка уселась на этом подносе и едет. Молодец сейчас же надевает на свою голову шапку. Зачем я пешком пойду? Подпрыгивает и взлетает на поднос. Как только поднос затрясся, араб и говорит. Помилуйте, господа. Что вы там делаете? Как вы упадете? Я даже не пошевельнулась, Лалан. Как ты меня поднял на голову, так и сижу, отвечала девушка. Араб идет, идет, а тяжесть на голове все увеличивается. Госпожа, что это сегодня делается? Вы кажетесь очень тяжелой. Я шею себе сломаю. А девушка говорит. Дорогой Мололан, что с тобой сегодня? Как я каждый вечер сажусь, так и сейчас я такая же. У молодца-то на голове шапка, поэтому она его и не видит. Так араб ее несет, и они входят в сад. А деревья там все из золота и драгоценных камней. Молотец тот же же, сломав одну ветку, засовывает ее себе в карманы. Деревья заголосили. Сын человека посягнул на наши души. Араб и говорит. Помилуйте, Солнцансер, что с нами в эту ночь творится? А девушка говорит. Дорогой мой Лалан, сегодня вечером в мою комнату положили одного лысого парня. Не занесли мы с тобой его дух? Они идут и приходят еще в один сад. Деревья здесь также разукрашены серебром и алмазами. Молотец снова срывает ветку и сует ее себе в карманы. Тут застонали земля и небо, а все деревья вместе закричали. Сын человека посягнул на наши души. А те, разговаривая между собой, мало-помалу дошли до моста. Тогда молодец отскакивает с подноса, отламывает кусок от моста и тут же сует ее себе в карманы. Снова повсюду зазвенело. Зенгир, зенгир. И раздались крыльки. Сын человека посягнул на наши души. Не будем затягивать. Девица славой подходит к дворцу, а молодец за ними следом. И видит, что ухода во дворец, девушку встречают рабыни, выстроенные в два ряда. Девушка опускается с подноса, что на голове у раба. И вот ей приносят туфельки, вышитые алмазами и драгоценными каменьями. Туфельки стоят перед девушкой. А молодец берет одну и прячет в карманы. Девушка надевает одну, а другую начинает искать. Приносит еще одну пару. А он берет одну туфлю и прячет себе в карман. Девушка рассердилась. Не надо мне тогда туфель, говорит она. Идет и входит во дворец. Открывает комнату, а молодец за ней по пятам. Вместе с ней он входит в комнату и видит. Сидит араб. Одна губа на земле, другая на небе. О, султанша, где ты была? Вот уже сколько времени, как я тебя жду. Почему так поздно пришла? Сказал он девушке. А та говорит. Прости, эфенди мой. Этот вечер с нами такое приключилось, что и сами не можем понять, что с нами. Сегодня вечером отец мой в шах положил в мою комнату одного лысого парня. И вот чего только не было, пока мы сюда шли, говорит она и рассказывает обо всем. А он сказал. Это просто твоя собственная выдумка, что может быть там. Ничего там нет. И девушка немного покапризничав, и поволновавшись, успокоилась, и стала дарить араба ласками. Пусть молодец наблюдает за ними, а тем временем араб велит рабыням. Принесите мою султанши шербету. Арабыня приносит шербет в хрустальный с алмазами чаши. Когда ее подносят девушки, молодец ударяет рабыню по руке, вышибает и развивает сосуд. Арабы девушка остолбенели. Аман, что это нынче ночью с нами происходит? Девушка говорит. Эфенди, я не хожу уж тогда из шербета, мне ничего не надо. Только бы мне нынче вечером уйти отсюда, пока со мной ничего не случилось. Араб все-таки отдает приказание принести кушание. Они садятся за стол. Когда девушка и арабы начали кушать, молодец тоже начал есть с одной стороны блюда. Арабы говорят. Султанша моя, с этой стороны ем я, с этой стороны вы, а с этой кто же ест? И девушка говорит. Аллахом клянусь, я ее не знаю. Как бы то ни было, они кушают, подают компот. Молодец берет ложку, положенную перед девицей, и засовывает ее в карман. А те не понимают, в чем дело. Приносят еще по одной ложке. Когда же молодец три раза подряд взял ложки, те двое отказываются от компота. Потом они говорят друг другу. Пойдем-ка ляжем, а то время проходит. Им приготовляют постели. Когда девица и арабы легли в постель, молодец всунул свою голову на постель со стороны противоположной изголовью. И влез между обоими. Девица тут же скатилась в одну сторону, а араб в другую. Когда молодец проделал это три раза, арабы говорят. Госпожа моя, и впрямь нынче ночью у нас что-то происходит. Не лучше ли, пока время не прошло, поехать вам к себе? Призывает Лалу. Пока девушка, вновь усевшись на поднос на голове первого араба, ехала на нем, молодец замечает в комнате араба подвешенный на стене меч. Он выхватывает меч и отрубает другому арабу голову. А араб тут, оказывается, был падишахом Перри. Лишь только молодец отрубил ему голову, во дворе поднялся лови суматоха. Эй, Вах! Сын человека погубил нашего падишаха. А молодец от всего этого шума потерял голову. Со страху он бросается из дворца вниз, садится на коврик, стягает ее плеткой. Коврик говорит, приказывай, неси меня в комнату Султан Ханым, говорит молодец. И вот он попадает в комнату девушки, раньше ее самой, ложится в постель и лежит там, будто спит. Через несколько времени появляется девица, видит, что он лежит. Ах ты проклятая свинья плешивая, я тебя, я тебя, ты мне этот вечер испортил. И снова втыкает ему в подошву иглу. Видит, что он не подает голос, она думает, что он спит. Эхе, спит, не чувствует, говорит она и ложится в свою постель. Когда наступает утро, стучат в дверь, кличут молодца. Ну как, разузнал ли ты о Султан Ханым? Спрашивают его, а он говорит, ну да, разузнал, только вам не скажу, ведите меня к падишаху. Тогда ведут его к падишаху. Падишах спрашивает его, сын мой, ну что ты видел, говори. А молодец говорит, господин мой, здесь я не буду говорить. Сколько не есть народу, ребят старых и молодых, мужчин и женщин, ты всех собери в одно место, а меня вели посадить на возвышение. И недалеко от меня вели посадить Султан Ханым в кофейсе. Сам же сядешь со мной рядом. Все, что я видел, расскажу, и тогда все услышат. Падишах собрал всех, как сказал молодец, и велел приготовить им особые места. Парень забрался на то возвышение и громко, так что всякий мог слышать, рассказал все, что видел, начиная с того, как он вошел в комнату девицы вплоть до утра. Все, все, одно за другим, по порядку. Когда девушка сказала, это ложь, отец мой, шах, это ложь, молодец, вытаскивает из кармана спрятанные вещи. Одно за другой и показывает. А это, мол, что? А вот это что? А так как его старший брат был в том городе, то и он, спрятавшись за дерево, чтобы младший его не увидел, слушал все, что тут рассказывал. Вдруг молодец замечает своего брата. Тогда он прерывает свои слова, сразу вскакивает с места и с криками. А, старший бежит туда, где находится его брат. А старший брат не понимает, в чем дело. Наверное, он сказал что-нибудь про меня, и Падишах меня казнит, думает он, и, выскочив из-за дерева, пускается бежать. Тот бежит, и другой бежит. Наконец, младший хватает старшего. А Падишах послал за ним людей, чтобы их привели. Когда он спросил их, в чем же дело, старший рассказывает все сначала до конца. Тогда младший молодец говорит Падишаху. Господин мой, тогда уж я и девушки не хочу. Моя забота, вот этот мой брат. Выдайте за него ту девушку, которую собирались выдать за меня. И Падишах выдал свою дочь за старшего брата. Сорок дней и сорок ночей празднуют свадьбу. А младший брат не покидает своего старшего брата. И так они живут там до самой смерти.